22 июня 1941 года. Москва. Был прекрасный летний день, светило солнце. В 11.00 все решилось объявлением по радио о начале войны. Мне и моим товарищам было тогда 19-20 лет. Это написал уже почти полвека спустя в своих воспоминаниях художник-фронтовик Виктор Титов. Он был одним из многих молодых людей, кто в 1941 году отправился на фронт, но стал одним из немногих летописцев тех лет. Его фронтовые зарисовки прямо с поля боевых действий легли в основу выставки документальной графики «Шел солдат во имя жизни», которую открыли в Химкинской галерее имени Горшина. Виктор Титов родился в Московской области, учился в Московском областном училище памяти 1905 года у художников Петровичева и Крымова, затем в Московском институте прикладного и декоративного искусства. О его фронтовой жизни гостям выставки рассказал его сын Вадим Титов. Еще до призыва Виктор, будучи студентом, по ночам дежурил на крыше художественного училища и охранял здание от налета вражеской авиации во время первого нападения на Москву. Выходя на крышу, они дежурили рядом с ящиком песка. У них были щипцы, одет на них фартук и рукавицы. В Москву практически бомбили зажигательными бомбами. В их задачу было подбежать, схватить крещами эту сжигательную бомбу, засунуть ее в песок и потушить. Вскоре после этих событий его призвали. В годы Великой Отечественной войны Титов воевал на центральном, первом, втором, третьем белорусских фронтах. Был командиром пулеметного взвода и помощником начальника штаба. Свои воспоминания он запечатлел в своих работах и в заметках с полей битвы. Например, как затыкали деревянными пробками выхлопную трубу вражеского танка и как брали в плен немцев. На этой баррикаде в последние фазы войны они бросили то, что уже у них можно было наскрести. Детей 14-летних, 15-летних. Ну, как он хочет, это гитлерюгенд, детей практически. Вот. И отец вышел к ним на винтовку, привязал натильную рубаку и вышел к ним парламентером, ну, чтобы сказать, что, к чему эти жертвы и так далее, там подобное. Вот. Они выскочили к нему с винтовками, ну, и сдались в плен. И вот написано, что там было 18 вот этих ребят, и их просто отпустили домой. В выставке принял участие и театр «Наш дом», который предоставил реквизит и декорации из собственных фондов. Поделилась экспонатами своего музея и школа номер 14. К открытию выставки присоединились также коллективы из Центральной детской школы искусств, которые исполнили фронтовые песни под балалайки, гитару и акапелло. Каждый год мы устраиваем, организовываем выставки нашего замечательного художника-фронтовика, который прошел всю войну. И мы можем также дать высокую оценку сына, как он тщательно, бережно и с продолжением относится к наследию отца, к художественному наследию. И мы до сих пор черпаем там правду, материалы на истории этой семьи. Выставка «Шел солдат во имя жизни» продлится до 17 апреля. Изучить документы, письма, предметы обихода и рисунки военных лет можно в Химкинской галерее имени Горщина с понедельника по пятницу с 11 часов.